Друзья, всем привет! Вы на канале Iron Man, Жиздеревни, и это рубрика Медная Кубышка, о которой я говорил в предыдущем видео. Вот этот комментарий, который я выбрал, название рубрики. Огромное спасибо за помощь! Ну а я, как и обещал, буду разбирать мясорубку Элленберг. Сейчас убираю лишнюю пластмассу, посмотрим, что же у нее внутри. И да, эта мясорубка не является рабочей, она благополучно сгорела 4 года назад. Ну и сейчас, собственно, настало ее время идти в переработку. Чтобы открыть корпус, нужно открутить 4 винтика. Сейчас откручиваю. Данная мясорубка 2006 года выпуска, вот ее технические характеристики. Винтики откручены, чтобы раскрыть корпус, нужно снять вот эту пластмассу. Открывается она очень просто, вот здесь держат ее заклепки. Хоть эта крышка и имеет металлический блеск, но, к сожалению, это пластмасса. Убираем в утиль и продолжаем разбирать дальше. Так выглядит внутрянка мясорубки. Конечно, обмотка, как следовало ожидать, алюминиевая. Обидно. Ну ладно, будем дальше разбирать. Сейчас буду разбирать вот этот редуктор. Вот так выглядит редуктор. Чаще всего мясорубки ломаются из-за ломких шестеренок пластмассовых. Но наша сгорела. Поэтому этот редуктор я оставлю. Вдруг пригодится в хозяйстве. Ну а сейчас буду снимать обмотку. Редуктор снят. Ничего металлического в нем нету. Ну, грамм, немножко вот эта шпилька. Сейчас снимаю вот этот пропеллер. Тоже пригодится. На какой-нибудь мотор. Сейчас заметил, что на якоре похожа медная обмотка. А вот здесь алюминиевый, белый металл. Ну ладно, разбираю. Отсоединил переключатель. Сейчас разберу его, посмотрю, что в нем есть. Есть в нем стопроцентные латунные контакты. Может быть что-нибудь еще внутри есть. Верхняя крышка пластмасса. А внутри немножко латунных контактов. И пружинка железная. Вот крышка с щетками отправляется в металл. Ничего я тут снимать не буду. Ценного ничего нет. Все в железо. Вот, друзья, пошкарябал я немножко обмотку. Видно белый металл. Это обмотка алюминиевая. А вот здесь розовый цвет. Это медь. Сейчас беру кусачки и снимаю эту обмотку. А вот эти медные провода, сниму с них латунные контакты и отправлю в печь на обжиг. И нужно будет снять медные ламели. А вот это отправляется в железо. Друзья, обжегся наш якорь. Сейчас снимем медь. Но вот здесь я снял алюминий. Ну и благополучно он расплавился. Его считать не будем, так как его мало. Вот таким способом обжег медные провода. Сейчас тоже их очистим. Ну и будем подводить итог. Друзья, снял я обмотку с якоря. Вот он сам якорь. Его убираем в чермет. Ну вот, столько меди получилось с якоря. А это обожженные провода. Сейчас все убираю в пакетик. И взвешиваем. И подводим уже конкретный итог. Вот у нас медь. Медь убрал в пакетик. И вот, значит, получается 105 грамм. Медь сейчас у нас принимает по 3000 тенге за килограмм. Сейчас умножаем и прибавляем. Теперь у нас идет железо. Железо у нас принимает по 90 тенге за килограмм. Сейчас мы его тоже взвесим. Значит, 720 грамм. Умножаем и прибавляем к меди. И сейчас я вам скажу общую сумму. В общем, друзья, получился результат в 500 казахских тенге. Сейчас на экране вы увидите эту сумму в разных валютах. Ну а что я могу сказать по итогу? Если есть время, можно разбирать. Ну а так, покупать и разбирать мясорубки невыгодное дело. Ну а на этом у меня все. А в следующем выпуске «Медные кубышки» мы разберем вентилятор. Поэтому подписывайтесь и не пропустите это видео. Ну а на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok